Спасибо. Владыка, благословите! Добрый вечер, Ваше Преосвященство! Дорогие отцы, матушка Игуменя, братья и сестры! Сегодня мы продолжаем чтение жития Святаго Андрея Блаженной. Однажды Епифаний хотел узнать, каков Андрей в Царстве Божьем. Как-то ночью молил он прояснить ему то, что творилось с праведником, какой считает Бог службу его, каким он видит его в этой жизни и каков он в Царстве Небесном. Уснув ненадолго, видит Епифаний во сне, как дивный царь повелел старцу поднять Епифания. Отвести и показать Епифанию схожий по виду образ в соответствии с чином святых. Тогда взял его придивный тот старец и отвел в покой, который был, как вспышка молнии. А там странные и невероятные творились супеса, недоступные понимания. Ведь там находились ужасающие престолы, сверкавшие огнем. А на одном из них восседал на несказанной высоте какой-то грозный и неописуемый царь, сиявший, как солнце. И огненные круги от лика его исходили так, что из-за великой его славы и блеска, и сияния все светилось. Вокруг него стояли мириады, мириад и тысячи тысяч легионов и войск. Херувимы, Серафимы и силы небесные. И были они подняты на огромную высоту. И вот когда вошли они внутрь, страх и трепет овладели Епифанием. Тогда они пали перед царем, выказывая ему почтение в течение подобающего времени. А когда они поднялись, царь сказал тому почтенному старцу, тот ли это юноша, который просил нас дать ему откровение о возлюбленном нашем, о блаженном Андрее. И старец, объятый великим страхом, ответил, он это, как приказал ты, владыка. И вдруг вышел оттуда блаженный Андрей, как на картине, обликом поразительно похожий на того царя, с лицом сверкавшим, как солнце. Руки Его на вид были, как янтарь, ноги обуты в молниевидные сандалии, а одежды были пестрые, будто сотканные из солнечного луча или из молнии. А на голове его был венок, и кресль из царского винта был на лбу Его. В своей левой руке он держал стипетр, и было на нем начертано «Свят, свят, свят», а в правой руке держал крест. И вот когда увидел все это Епифаний, удивился он чудесам, которые ему показали. И старец молдил, что ты удивляешься, увидев лишь сон, а когда узришь я, что будешь делать? Смотри, ведь тебе воистину был явлен блеск слуг Божьих, и, как ты и просил, исполнилось желание твоей души. Теперь же поспеши и сам, чтобы не лишиться Царствия Небесного. После того, как старец сказал ему это, он проснулся. «Осознав же наедине с собой все увиденное, он впал в ужасный трепет и, удивленный видением, молвил, «Ой, я несчастный, ибо, будучи человеком, обращенным ко греху и нечистым, я был удостоен видеть своими глазами Сидержителя Господа Иисуса Христа, равно как и красоту слуги Егор». С наступлением утра, молясь со слезами великими, возблагодарил он Бога, открывшего ему неясное и тайное из несказанной своей мудрости. Поднявшись, пришел ко мне ничтожному, дабы поведать мне все вышесказанное в невыразимом страхе и уничижении. И была изумлена душа у меня, услышав такое, и пораженный вскричал я тут же, «Какой Бог велик, как наш Бог! Ты есть Бог, творящий чудеса!» Так повествует автор «Жития». Со святостью Бог соединил великолепие, потому что нет ничего великолепнее святого. Ни пророк, ни священник, ни царь не может сравниться с ним, потому что во святых почивает Бог, как святой. Потому-то он ставит их не перед лицем своим, как исповедников, а принимает в собственное святилище и делает своими сожителями и общниками своей славы и царства, говорит святитель Иоанн Златоуз. Вот как наставлял святой Андрей еще юного Епифания в духовной борьбе. Выслушай, как надлежит тебе тщательно следить за дьявольским лукавством и злонамеренностью, совершая путь в страхе и истине, укорочая свое тело с помощью поста, облачись, как в плащ, смирение и в молитвах сияй от радости. Сохрани все телесные ощущения чистыми и незапятнанными, ибо тщица лукавый сокрушитель твое сердце и сделает тебя рабом порочности, спеша приговорить тебя к гиене огня. Ведь совершающий грех есть раб греха, а у каждого из двух поприщ есть начальник. У праведности Господь, а у греховности дьявол. Ты же, о возлюбленное дитя, стань преданным служителем праведности Господа и Иисуса Христа, и будет беречь тебя Господь и охранять Всевышний, и помощь Его будет вокруг тебя. И Он прикажет ангелам своим хранить тебя на всех путях твоих. Итак, будь храбрым и не бойся, и пусть не робеет сердце твое, призывая Господа Бога. Преподобный Иоанн Косян Римлян говорит, «Знай, что ты в числе немногих избранных, и, смотря на пример и холодность многих, нехладевай, но живи так, как живут немногие, дабы с этими немногими удостоится тебе Царствие Небесное. Ибо много званых, а мало Тада, которому Отец благоволил дать Царствие, зная, что тяжко грешить тот, кто обещавший быть совершенным, делается несовершеннейшим. Всегда нужно трезвиться и бодрствовать, и никогда не считать себя в безопасности, потому что не назначено время, когда враг и противник нападет на нас», говорит святитель Иоанн Златоу. Святой Андрей так благоугодил Богу и столь возлюбил его Господь, что однажды он был подобно апостолу Павлу восхищен до третьего неба и слышал там незреченные глаголы и созерцал незримый для смертного красоты рай. Об этом он поведал перед своей смертью верному своему другу Никифору. «Раз как-то случилась суровая зима, и в Константинополе в продолжении целых двух недель стоял сильный мороз. По историку Улова Кедрину в Константинополе действительно был сильный мороз и великий мор в 928 году. Все жилища были занесены снегом, от бури ломались деревья, и птицы падали мертвыми на землю, не находя в себе пищи. Когда все бедняки и нищие были в сильной скорби и утеснении, стеная, плача и дрожа от стужи, они умирали вследствие лишений, голода и холода. Тогда и блаженный Андрей, не имея ни пристанища, ни одежды, испытывал немалую скорбь вследствие стужи. Когда он, желая, хотя на некоторое время укрыться под кровлю, приходил к другим нищим, они гнали его от себя палками, как собаку. Не имея убежища от приучившегося бедствия и отчаиваясь за самую свою жизнь, он сказал себе, «Благословен Господь Бог, если я и умру от всей стужи, то пусть умру по любви моей к нему, но Бог силен подать мне и терпение перенести эту стужи. И зайдя в один закоулок, святой увидал лежащую там собаку, желая согреться от нее, но собака встала и ушла. А сказал Андрей сам себе, «О, сколь ты грешен, акаянный, не только люди, но и псы пренебрегают тобою». Когда он таким образом лежал, дрожа от лютого холода и ветра, тело же его измерзло и посинело, он подумал, что пришло время последнего его издыхания и стал молиться, чтобы Господь принял с миром его душу. И вот внезапно он ощутил в себе внутреннюю теплоту и, открыв глаза свои, увидал некоего прекрасного юноши, лицо которого светилось, как солнце. Он держал в своей руке ветвь, покрытую различными цветами. Взглянув на Андрея, юноша сказал, «Андрей, где ты? Ныне я нахожусь во мраке, в бездне», отвечает Андрей ангелу словами 87-го псалмана. «Между мертвыми брошены, как убитые, лежащие во гробе, о которых ты уже не вспоминаешь и которые от руки твои отринуты. Ты положил меня в рот преисподней, во мрак, в бездне. Отяготела на мне ярость твоя и всеми уголнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них, и я заключен и не могу выйти. Око мое, истомилость от горести, весь день взывал я к тебе, Господи, простирал к тебе руки мои. Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Или во гробе будет возвещаема милость твоя и истина твоя в месте пления? Разве мраки познают чудеса твои и в земле забвение правды твоей? Но я к тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряю тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лице твое от меня? Я несчастен и истоеваю с юности, несу ужасы твои и измогаю. Надо мною прошла ярость твоя, устрашения твои сокрушили меня. Тогда явившийся юноша слегка прикоснулся к лицу Андрея, цветущей ветой, которую держал в руке, и сказал, получи оживление твоему телу. Святой Андрей вздохнул в себя благоухание тех цветов, оно проникло в сердце его, согрело и ожиотворило все тело его, и он услыхал голос, говорящий, введите его, чтобы он на время успокоился здесь, а потом он снова возвратится. Что со мной было, я не знаю. По божественному изволению я пребывал в течение двух недель в сладостном видении, подобно человеку, который сладко проспав всю ночь, просыпается утром. Я видел себя в прекрасном и дивном рае и, удивляясь этому, в душе размышлял. Что это значит? Я знаю, что живу в Константинополе, а как сюда попал, не знаю. И не понимал я, теле ли, не знаю, вне ли тело, не знаю. Бог знает. Но я видел себя облеченным светлым, как бы из молнии сотканное одеянием. На голове моей лежал венок, сплетенный из многих цветов. Я был опоясан царским поясом и сильно радовался при виде той красоты. Умом и сердцем удивлялся я несказанной прелести рая Божия и услаждался, ходя по нему. Там находилось множество садов, наполненных высокими деревьями, которые, колыхаясь своими вершинами, веселили мои очи, и от ветвей их исходила великое благоухание. Одни из тех деревьев непрестанно цвели, другие были украшены плотовидной листвой, иные же имели плод несказанной красоты. Всех деревьев нельзя уподобить по красоте ни одному земному дереву, ибо их насадила не человеческая рука, а Божия. В тех садах были бесчисленные птицы с золотыми, белоснежными и разноцветными крыльями. Они сидели на ветвях райских деревьев и так прекрасно пели, что от златкозвучного их пения я не помнил себя. Так услаждалось мое сердце. Когда я сердечную радостью ходил между ними, то увидел большую протекающую посредине рая реку, которая орошала прекрасные сады. По обоим берегам реки рос виноград, распростирая лозы, украшенные листьями и златовидными гроздьями. Там со всех четырех сторон веяли тихие и благоухающие ветры, от дуновения коих сады колыхались, производя своими листьями чудные шели. После этого на меня напал какой-то ужас, и мне показалось, что я стою наверху небесной твердьи. Предо мной уже ходит какой-то юноша, светлым, как солнце лицом, одетый в багреницы. Когда я ходил по его стопам, то увидел крест большой и прекрасный, по виду подобной радуги, а кругом его стояли огневидные, как пламень певцы, и воспевали сладостное песнотение, славословие Господа, некогда распятого на кресте. Шедший предо мной юноша, подойдя ко кресту, облагозал его и дал знак мне, чтобы и я последовал его примеру, и приложился ко кресту. После этого я исполнился несказанной духовной сладости и обонял благоухание сильнее райского. Посмотрел вниз и увидал под собою как бы морскую бездну. Мне показалось, что я хожу по воздуху. Испугавшись, я закричал моему противодителю, «Господин, я боюсь, как бы мне не упасть в глубину». Он же, обратившись ко мне, сказал, «Не бойся, ибо нам необходимо подняться еще выше». И он подал мне руку. Когда я уплотился за нее, мы уже находились выше второй тверды. Там я увидал дивных мужей, их упокоение и непередаваемую на языке человеческом радость их праздника. После этого мы вошли в какой-то дивный пламя, который не опалял нас, но только осеял. Я стал ужасаться, и снова мой путеводитель, обернувшись, подал мне руку и сказал, «Нам следует подняться еще выше». И вот мы поднялись выше третьего неба, где я видел и слышал множество сил небесных, воспевающих и словословящих в годах. Мы подошли к какой-то блистающей, как молния, завесе, перед которой стояли великие и странные юноши, видом, подобные как бы огненному пламени. Лица их сияли ярче солнца, а в руках у них было огненное оружие. Предстоя со страхом, увидел я бесчисленное множество небесного воинства. И сказал мне, водивший меня юноша, «Когда отверзится завеса, ты увидишь владыку Христа, поклонись же престолу славы Его». Услыхав это, я радовался и трепетал. Меня хватил ужас и неизреченная радость. Я стоял и смотрел, ожидая, когда откроется завеса. И вот, какая-то пламенная рука отверзла завесу, и я, подобно пророку Исаии, узрел Господа моего, сидящего на престоле высоком. Вокруг Него стояли Серафимы. Он был облачен в багрянную одежду, лице Его было пресветло, а очи Его с любовью взирали на меня. Я пал перед ним митц, поклоняясь пресветлому и страшному престолу славы Его. Какая радость объяла меня при созерцании лица Его, того нельзя словами и выразить. Даже и теперь, при воспоминании о том видении, я преисполняюсь неизреченную радостью. В трепете лежал я перед моим владыком и земляюсь с такому Его милосердию, что Он попустил мне нечестивцу и грешнику предстать пред Собою и созерцать божественную Его красоту. Размышляя о своем недостоинстве и созерцая величие моего владыки, я умилялся и повторял про себя слова пророка Исаии. Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами и глаза мои виделится я Господа Саваопа. И услыхал я при милосердного Творца моего, говорившего мне присладкими и причистыми своими устами три божественных слова, кое так усладили сердце мое и разожгли его любовью, что я от теплоты духовной весь истраивал как воск. После этого все небесное воинство воспело придивную и неизреченную песню, а затем не понимаю и сам, как снова очутился я ходящим по раю. И размышлял я о том, что не видал причистой госпожи Богородицы. И вот я увидал мужа светлого, как облако, носящего трест и говорящего. Пресветлийшую небесных сил царицу хотел ты увидать здесь, но ее нет здесь. Она удалилась в многобедственный мир, помогать людям и утешать скорбящих. И я показал бы тебе ее святое место, но теперь нет времени, ибо тебе надлежит опять возвратиться туда, откуда ты пришел. Так повелевает тебе владыка. Когда он это говорил, мне казалось, будто я сладко уснул. Затем, проснувшись, очутился я на том самом месте, где находился ранее, лежащим в углу. И удивлялся я тому, где я был во время видения, и тому, что сподобился видеть. Мое сердце исполнилось неизреченной радости, и я возблагодарил моего владыку, изволившего явить мне такую благодать. Святитель Игнатий Гончининов в своем слове о человеке так говорит. Из видения святого Андрея видно, что рай есть ближайшая к земле небесная обитель, или первое небо, превыше которого находятся другие небеса, воспетые духоносным Давидом, называющим их небесами небес. В этих горних обителях пребывают ныне души праведников сообразно достоинству своему. Свое видение святой Андрей рассказал перед своей смертью своему другу Никифору и взял с него клятву не рассказывать о том никому, пока он не отрешится от уст тела. Никифор же усердно умолял святаго, чтобы он сообщил ему хотя бы одно из тех трех слов, которые изрек ему Господь, но святой не пожелал этого открыть. Так святой Андрей восхищенный подобно апостолу Павлу, увидал то, чего не видела бренное око, слышал то, чего не слыхала смертное ухо, и насладился в откровении такими небесными красотами, которых и не представляло себе человеческое сердце. А так как при откровении небесных тайн он не видал причистой госпожи Богородицы, то ее он сподобился увидеть на земле видений в Аглахенской церкви, когда она пришедшая помогать людям, явилась в воздухе с пророками, апостолами и чинами ангельскими, молясь о людях и покрывая их честным своим амапором. «Видишь ли ты молящуюся царицу и госпожу всех?» Ефрифаний отвечал. «Вижу Отче Святой и ужасаю». И когда они смотрели, она, преклонив свои колена, молилась на долгий час, обливая слезами свое боговидное и причистое лице. Окончив молитву, подошла к алтарю, молилась и здесь за предстоящий народ. По окончании молитвы сняла себя наподобие молнии блиставшая великая и страшная покрывала, которая имела на причистой главе своей, и, держа его с великой торжественностью, своими причистыми руками распростерла над всем стоящим народом. Чудные си мужи, святые Андрей и Епифаний, довольное время осмотрели на распростерство над народом покрывала и блиставшую наподобие молнии славы Господней. И доколе была там пресвятая, видимо, было и покрывала. И вот с тех самых пор святой Андрей проводил все ночи без сна, непрестанно творя словословие Богу. В течение всего дня он крутился среди толпы, но лучше сказать, проходил испытания среди огня. Он притворялся пьяным, толкал других, и его толкали в ответ, путался в ногах у прохожих, и одни его колотили, другие топтали ногами, а третьи дерзко избивали палками. Иные истязали его палкой по голове, а другие волоча за волосы били по шее, третьи же, бросив его на землю, связав ему веревкой ноги, тащили через всю площадь, ни Бога не страшать, ни сочувствия не имея к собрату, как некоторые христиане. Святой же терпел все это в надежде уготованной для праведника. У Епифания был любимый друг Рафаил, который заболел и просил проведать его. Войдя к нему в дом, он сел рядом с больным и понял, что он скоро умрет. Увидев его больной, говорит, брат мой, все мои духовные труды похитили демоны, ведь когда я был прижат к земле и охвачен жаром, увидел я божьих ангелов и гнусных демонов, будто взвешивали они содеянные мною, и дурные дела превзошли хорошие. Посему я убежден, что не найду пристанища в блаженных шатрах праведника, но попаду во внешний огонь, ведь я видел, что ангелы удалились от меня печаленными. Когда они уходили, один из них сказал мне, горе тебе несчастный, ибо плохо пользовался ты своей жизнью. Как только лежавший на своем одре умирающей изрек это, взбесившийся в нем демон сотворил великий шум и волнение внутри негор, и лежавший стал метаться, терзаться и ждавать бессмысленные звуки. Находившиеся там стали спрашивать Епифания. Откуда демон взял над ним такую власть, чтобы творить это? Он же отвечал им, братья, я ничего не могу сказать на это, но догадываюсь, что был он связан с великим грехом, и так и не отошел от него вплоть до сего времени, не признался в нем и не раскаялся, а через это дьявол наследует не раскаявшегося. И вот в этом терзании больной окончил свою жизнь. Епифаний, найдя блаженного Андрея, рассказал ему все случившееся с тем юношей и попросил объяснить, из-за чего несчастный умер котлающая собака. Так объяснил случившееся святой. Тот твой друг был развратный и злопамятный человек, ведь он оставил свою жену бессовестно сходился со своей служанкой и, будучи дьяконом, не трепетал несчастный перед страшной силой недосогаемого божества. Зная же, что греховен, он не успокаивался, но носил свою ризу и совершал богослужения в распутстве и презрении к жизнетворным и внушающим трепет таинствам, ибо считал, что будет скрыт от Господа нашего Бога. А ведь развратный священник и растутный и растленный дьякон будут прокляты перед Господом Богом, ибо стоящий у святого алтаря должен быть совершенно чист. Ты ведь знаешь, что Бог не нуждается в нечистых служителях, ибо ненавидит прелюбодельный и греховный род. Многие ведь распутничают с радостью и прелюбодействуют с дарами и гостинцами, и расплевают жалкую сущность своей души и не знают, какая смертная мука, страдания и боль ждет их и горечь, и дрожь, и терзание. И так ты видишь, что такая погибель постигла и твоего друга, ведь он несчастный не довольствовался женой, которая у него была, но льнул их служанку. Он нагромоздил долги души своей до предела и пришел конец, пришел дракон, пришли святые ангелы, они исследовали то, что произошло с ним и нашли, что его жалкая душа загрязнена, заплесневела и смердит. И они отвернулись, а дьявол привлек его к себе и выставил на посмешище, как он это любит. Ведь священник должен приложить большое старание, чтобы не подойти к святому алтарю, будучи грешным, ибо если он входит запятнанный, он не только не приносит никакой пользы, но даже наоборот, и принимает там великое осуждение и прибавление греховности. Святитель Иоанн Златоуст говорит, одно только время для приступания к таинствам и причащениям, когда чиста совесть. Апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. А по словам святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, усердно слезная молитва не только грехи очищает, но и телесные немощи и болезни исцеляет и все существо человека обновляет и так сказать перерождает, говорю с опыта, говорит Батюшка. В послании апостола Якова мы находим такие слова в 5 главе 16 стих. Итак, исповедуйте друг другу грехи и молитесь друг за друга, чтобы быть исцеленными большую силу имеет усиленная молитва праведная. Глаз апостола твоего Павла услышал глаголюш, мы юроды Христа ради, рад твой Андрей юрод быть на земле, тебе ради Христе Божий, тем же ныне памятник почитающий, тебе молимся, Господи, спаси души наши. На этом мы завершаем чтение первой части жития святого Андрея Блаженного. Сердечно благодарю всех за внимание. Следующую часть повествования о житии Андрея Цареградского уже будет читать другой священник. И прошу прощения за немощи и недостатки подготовки этой конкуренции. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, Отец Андрей, за ваши труды.